Всем привет! Я Анна Оськина и сегодня повторяю маленького пряния из Шрека. Все же знают как он выглядит. Теперь и вы сможете его сделать. Ставь лайк, если тебе понравилась идея, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Начнем же! И для моей работы я выбрала вот такие цвета полимерной глины FIMO. Я нарисовала форму пряничка карандашом и вырезаю его ножничками. Ссылку на такой шаблон я оставлю в описании под этим видео. Можно скачать, распечатать и вырезать. Пряния светло-коричневого цвета, поэтому я смешиваю кусочек бежевого цвета и коричневого. Причем бежевого беру в два раза больше. У меня получается вот такой приятный и очень красивый оттенок, который я раскатываю в пласт толщиной примерно 3 миллиметра. А сверху накладываю бумажного пряния. Вырезаю по контурам ножом с острым кончиком. Повторяю все изгибы фигуры. А после этого убираю листочек бумаги и у меня получается вот такая форма. Чтобы края были более округлые и пологие, я немножечко их подрезаю вот таким образом. То есть срезаю острые уголки. Ну а теперь нужно придать фактуру. Я это делаю круглой щеточкой, но можно также использовать и обычную зубную щетку. Ну а чтобы обратная сторона тоже была фактурной, я подкладываю кусочек губки. В результате получается фактура имбирного печенья. Но это еще не все. Теперь пряню нужно тонировать. Для этого я использую сухую художественную пастель. Я крашу ее в пыль на отдельный листочек бумаги. Беру большую пушистую кисточку. Аккуратненько набираю на кисточку пастель. Смахиваю лишнее, растушевываю на бумаге и чуть-чуть тонирую пряню. Если вы хотите добиться более яркого оттенка, более насыщенного тонирования, то не старайтесь нанести сразу весь тон. Лучше делать это понемножку. Так вы сможете контролировать, насколько темной или светлой должна быть фигурка. Тонирую тело пряничка с двух сторон. А теперь такой печальный момент. Ножки пряничка были отломаны в результате зверских пыток. И я повторяю эти надломы. Но я не буду отрывать ему ноги. Я просто делаю небольшие надрезы на поверхности ног. И конечно же эти места тоже нужно будет немножечко тонировать, чтобы они не отличались сильно от всего цвета тела пряника. Должно получиться примерно вот так. И когда тело полностью готово, можно переходить к декору. Декор я буду налепливать из кусочков полимерной глины. В принципе можно его нарисовать и обычной краской. Либо сделать при помощи цветного геля. Но мне кажется, что наиболее похоже получается именно с накладками из полимерной глины. Я катаю белую полимерную глину в длинную тонкую колбаску. Смазываю тело пряничка гелем жидкой пластикой. Потому что оно покрыто пастелью. И полимерная глина может не прилепиться к поверхности. И сгибаю ниточку из белой пластики. И накладываю на тело пряника. Лишние концы отрезаю и подравниваю на поверхности. После этого немножко расплющиваю эту полоску. Кстати, благодаря этому она еще лучше прикрепится к поверхности. Теперь точно такие же полосочки, но поменьше и потоньше нужно сделать на ноги и на руки. Они расположены внизу ног и по бокам рук. И служат своеобразными штанишками и рубашечкой. Мой пряничек очень маленький, поэтому работать с такими тоненькими ниточками неудобно. Я использую спицы, чтобы просто их как-то изогнуть. Как я уже и сказала, накладываю на ноги и на руки. Ну а теперь нужно сделать соединение оторванным ногам. Конечно же мы ноги не отрываем, мы не такие звери. Но полосочки сделать нужно. Они выглядят как такие соединительные белые полоски. Я их располагаю примерно так же, как они сделаны в мультфильме. На одной ноге три полосочки, а на другой четыре. И тоже их немножко расплющиваю на поверхности, чтобы они лучше держались. Теперь нужно сделать два белых глаза и с белой пластикой на этом все. Катаю два белых шарика, расплющиваю на поверхности. И после этого присоединяю на гель на пряник. Смешиваю кусочек синий и белой полимерной глины и у меня получается голубой. Из голубого цвета делаю брови. Отрезаю два кусочка пластики, катаю шарики и шарики в небольшие колбаски. Эти маленькие колбаски я немножечко изгибаю и размещаю над глазами. Чуть-чуть расплющиваю на поверхности и придавливаю. Из красного цвета делаю рот. Катаю длинную тонкую колбаску красного цвета. Отрезаю кусочек и соединяю этот кусочек в кольцо. После чего из этого кольца формирую форму рта пряней. Это будут его губы. Точно так же место для губ смазываю гелем жидкой пластикой и накладываю рот. И уже на месте я эту полосочку немножечко прижимаю, придавливаю и придаю форму улыбке. Радостного такого рта. Беру кусочек фиолетового и небольшой кусочек белого. Смешиваю, чтобы фиолетовый стал чуть-чуть светлее. И из этого цвета я буду делать лакричные пуговки. Отрезаю два небольших кусочка этого цвета. Катаю шарики и прикрепляю шарики на гель на тело пряничка. Поверхность этих буковичек в мультике не совсем гладкая. Она немножко такая шершавая. По крайней мере так это выглядит со стороны. Поэтому я чуть-чуть делаю фактуру зубочисткой. То есть тыкаю поверхность очень-очень легонечко. Чтобы просто создался такой эффект неровной поверхности. Ну а теперь фряник нужно запечь. 20 минут при температуре 110 градусов. И после этого наш милый герой полностью готов. Нет, он несъедобный и его нельзя съесть. И даже ноги вряд ли ему получится поломать. Но этого делать точно не стоит. Но зато это может стать прекрасным сувениром для всех любителей Шрека. Недавно я пересматривала этот мультик. Он очень веселый. И прямо очень захотела сделать персонажа из него. Тем более, что как раз недавно прошли замечательные зимние праздники. Новый год и Рождество. Так что все в тему. Ставьте лайки, если вам понравилась эта идея. И как я сделала этого пряничного человека. Прянью из Шрека. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Они будут очень скоро. И пусть у вас также получатся самые красивые прянички. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения. И самого классного зимнего настроения. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok